Наверняка некоторые из вас задавались вопросом, как из плохой пиксельной фотографии сделать хорошую, детализированную. Если вы это видео нашли в поиске, то вы явно задали такой вопрос. Раньше я бы подумал так, ну, это же невозможно. А нет, возможно. В этом видео я вам покажу, как улучшить качество вашей фотографии с помощью Topaz Gigapixel AI. Ну что, поехали! Megapixel AI. Это софт, который с помощью искусственного интеллекта улучшает качество фотографий. В конце я покажу, как улучшить качество видео с помощью этой программы. Поэтому смотрите его до самого конца, чтобы не пропустить. Заходим в программу. На главном экране программы сразу находится окно для открытия файлов. Нажимаем на эту кнопку и выбираем нужные фотографии. Также можете выбрать несколько, зажав клавишу CTRL. Либо же можно просто перекинуть фотографии из папки в это окно. Далее нужно разбираться. В правом верхнем окне есть такой маленький квадрат. Его нужно передвинуть на часть фотографии, где много деталей. Теперь слева вы видите исходную фотографию, а справа фотографию после обработки Gigapixel. Это только приближённый вариант обработанной фотографии. Отдалять и просматривать её полностью я не рекомендую. У вас компьютер скорее всего не выдержит. В принципе обработалось уже неплохо. Но для каждой фотографии лучше играться с настройками. Сейчас я вам о них расскажу. Resize Mode. Фотографию можно обрезать, нажав на кнопку Crop, если в этом есть необходимость. Далее нужно выбрать коэффициент увеличения. 2, 4, 6 и даже больше. Если эти цифры вам мало о чём говорят, лично мне они мало о чём говорят, то внизу указан исходный размер вашей фотографии и итоговый размер после обработки. Также можно увеличить размер по максимальной высоте и максимальной ширине. Я же всё-таки выберу коэффициент 2. И да, если у вас фотография очень шумная и тёмная, то я не рекомендую выбирать коэффициент больше 2. Иначе на снимке могут появиться артефакты. Теперь давайте разбираться с режимами улучшения. Стандартный подходит для всех видов фотографий, а режимы ниже только к определённым. Архитектурный режим подходит для изображений с большим количеством чётких краёв. Режим сжатия подходит для фотографий с большим количеством шума. Режим арт подходит для мультфильмов, скриншотов игр, а также для картин. Режимы с подписями бета я не рекомендую часто использовать, потому что есть риск вылета программы. Если вы не знаете, какой режим вам выбрать, то просто методом подбора ищите тот, где результат качественнее. Эта кнопка отвечает за автоматическое шумоподавление. Если вы не хотите ковыряться с настройками, просто включаете и программа сделает всё за вас. Но результат будет лучше, если мы это сделаем сами. Ниже как раз ползунки для ручной настройки. Первый отвечает за шумоподавление, второй за убирание размытия. Ну, если это так можно назвать. Я рекомендую подстраиваться под фотографию. Если у вас она очень шумная, то шумоподавление ставьте от 50 до 100. А отмену размытия от 0 до 50. Если же фотка наоборот очень размытая, то отмену размытия от 50 до 100, а шумоподавление от 0 до 50. По моему субъективному мнению, такая настройка самая лучшая. Моя всё-таки не истина последней инстанции. Вы можете сами поэкспериментировать и найти свои оптимальные настройки. Ну и всё, мы всё настроили. Далее нажимаете на Save Image. Выбираете имя и расположение файла и ещё раз нажимаете сохранить. Затем фотография начинает рендериться. Сразу предупрежу, что эта процедура прямо на все 100% использует ресурсы вашего процессора. Я даже во время рендера фотографий сценарий Word пишу с огромной задержкой. Вы сейчас видите эту магию на своих экранах. Но скажу сразу, потраченное время на рендер того стоит. И да, если мощности вашего компьютера не хватает для обработки, или же вы её не можете выполнить сами по каким-либо другим причинам, то в моей продакшн студии как раз появился набор дизайн-услуг. Одна из них – улучшение фотографии. А также мы профессионально занимаемся монтажом видео, дизайном и музыкой. Заинтересовал? Ссылка в описании. Теперь переходим к видео. Я раньше не понимал, как программа для улучшения качества фотографий может улучшить качество видео. Но потом я вспомнил, что видео можно рендерить последовательностью фотографий. И всё встало на свои места. Сейчас я покажу, как сделать это на примере Vegas Pro и Adobe Premiere. В Premiere нажимаем английскую клавишу X, русская Ч, и подравниваем выделение. Затем зажимаем клавиши Ctrl плюс M. В окне «Формат» ставим JPEG. Затем нажимаем на имя выходного файла, и выбираем чистую пустую папку. А затем прописываем имя файла, чтобы в нём не было цифр. Это очень важно. Я напишу фото по-английски. А затем нажимаем «Сохранить» и «Экспорт». И если вы во время рендера откроете папку, которую вы выбрали несколько секунд назад, вы увидите, как создаётся огромное количество фотографий. В «Вегасе» выделяем этими жёлтыми точками необходимый фрагмент. Затем переходим в файл «Визуализировать как». В форматах выбираем последовательность изображений – JPEG. Также выбираем пустую папку, в которой ничего нет, и называем файл без цифр. Нажимаем «Рендер» и видео также рендерится фотографиями. А затем, думаю, вы догадываетесь, что мы будем делать. Заходим в «Гигапиксель», нажимаем кнопку для открытия файлов, открываем нашу папку с фотографиями и зажимаем клавиши «Контрол А», то есть выделить все фотографии, и открываем их в программе. Затем следим, чтобы вот тут стояли галочки на всех фотографиях, и по аналогии, как я рассказывал в начале видео, настраиваем улучшения. Тут я повторно останавливаться не буду. Потом рядом с папкой, куда мы сохранили исходные картинки, создаем еще одну папку, куда мы будем сохранять уже обработанное. Выбираем место сохранения и нажимаем «Сохранить». Вот тут уже можете идти гулять, смотреть фильмы, спать, или идите на работу, в школу, техникум, университет, куда угодно, потому что все эти фотографии будут сохраняться долгие часы. У меня, не на таком уж слабом компьютере, 200 кадров сохранялись около 4 часов. Я надеюсь, что у вас будет сохраняться быстрее. Но на этом еще не все. После этого нужно опять открыть последовательность кадров в программе для монтажа. Сейчас я точно так же расскажу про Adobe Premiere и Vegas Pro. Заходим в Premiere Pro и зажимаем клавиши Ctrl-I, русская ше. Выбираем первый кадр в папке последовательности и ставим галочку «Набор кадров». Потом нажимаем «Открыть» и перетаскиваем выделенное видео на таймлайн. Нажимаем «Файл», «Импорт», «Мультимедиа». Выбираем первый кадр последовательности и по аналогии ставим галочку «Открыть последовательность». Все готово. Если я вам помог, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Таким способом вы поддержите создание годного контента на YouTube.